В этом году отдохнуть в Турции дешево уже не получится. Ассоциация туроператоров России предупредила путешественников о росте цен на путевки на 25-40%, а в дорогих отелях и на все 50%. О том, что отдых подорожает, говорят и самарские эксперты турбизнеса. Турция будет востребована с середины весны до конца лета, поэтому отельеры стараются заработать. В апреле, традиционно, когда невысокие цены, в мусульманских странах их замечательный праздник – Рамадан. Соответственно, все они едут отдыхать, отели заполнены, им нет смысла снижать цены. Май, майские праздники, мы активно туда едем, опять же, смысла нет снижать цены. Потом начинается период рекламников, период тех, кто любит поехать по не очень дорогим ценам именно из-за сезона. То есть спрос предполагается достаточно хороший на этот период. А июль-август они всегда были недешевыми. Кроме того, на цене сказывается и рекордное падение национальной турецкой валюты лиры. В прошлом году она подешевела по отношению к доллару на 40%. Это сказалось на авиабилетах и турах, поскольку расчеты идут в американской валюте. В Турции все подорожало раза в два, начиная с всех сырьевых ресурсов и так далее. Лира по сравнению с прошлым годом, или позапрошлым было 6, стало 14, вот на данный момент. А турецкие отельеры нам прогнозируют до 22 лир будет доллар. Поэтому, может быть, и будут в последний момент какие-то горящие туры, но это будут худшие отели по сумасшедшей цене. Между тем, спрос на Турцию сейчас есть. Из Самары можно напрямую улететь на Анталийское побережье, в столицу Стамбул, только с пересадкой ближе всего в Казани и в Москве. Но, начиная с майских праздников, туроператоры проставляют рейсы на Марморис, Фетхие с перелетом на Даламан, анонсируют и туры в Бодрум по относительно невысоким ценам. Сейчас цен, которые действуют на тот же самый Бодрум, есть на первые вылеты цены 50, 60, 80, 90 тысяч за двоих на все включено. Это, я говорю, отели 3-4 звезды на первой береговой линии дней на 10. То есть, вот эти цены считаются дешевые. Это направление пока рассматривают с опаской, поскольку программу уже заявляли в прошлом году, а потом отменили, и туристам пришлось возвращать свои деньги. На Анталийское побережье практически в разгар сезона в июле можно улететь в средний пятизвездочный отель за 130-150 тысяч на двоих на 9 дней. Как отмечают эксперты, сейчас есть возможность бронировать туры с предоплатой в 5, 15 и 25 процентов. Ранее в январе эксперты АТОР сообщали, что Турция стала самым популярным среди российских туристов направлением в рамках акции раннего бронирования на летний сезон 2022 года. Доля Турции в общем объеме ранних бронирований достигла 70%. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События.